Константин Паустовский работал на заводах, был вожатым трамвая, санитаром, журналистом и даже рыбаком. Чем бы писатель ни занимался, куда бы ни ехал, с кем бы ни знакомился, все события его жизни рано или поздно становились темами его литературных произведений. Константин Паустовский родился в 1892 году в Москве. В семье было четверо детей, у Паустовского было два брата и сестра. Отца часто переводили по службе и семья много переезжала. В конце концов они осели в Киеве. В 1904 году Константин поступил здесь в первую киевскую классическую гимназию. Когда он перешел в 6 класс, отец ушел из семьи. И чтобы оплачивать учебу, будущему писателю пришлось подрабатывать репетитором. В юности Константин Паустовский увлекался творчеством Александра Грина. В воспоминаниях он писал «Мое состояние можно было определить двумя словами – восхищение перед воображаемым миром и тоска из-за невозможности увидеть его». Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе. А в 1912 году в Киевском альмонахе огни вышел первый рассказ Паустовского «На воде». В этом же году будущий писатель поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. После начала Первой мировой войны он перевелся в Москву. Здесь жили его мать, сестра и один из братьев. Однако во время войны Паустовский почти не учился. Сначала работал вожатым трамвая, а потом устроился на санитарный поезд. Он вспоминал «Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвеже в Белоруссии. В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два моих брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры». После гибели братьев Константин вернулся в Москву, но ненадолго. Он ездил из города в город, работая на заводах. В Таганроге Паустовский стал рыбаком в одной из артелей. Впоследствии он говорил, что писателем его сделало море. Во время Октябрьского переворота Константин Паустовский находился в Москве. Некоторое время он проработал здесь журналистом, но вскоре переехал в Одессу. В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников моряка были Катаев, Ильф, Багрицкий, Лев Славин, Бапель, Андрей Соболь, Семен Кирсанов. «В Одессе я жил у самого моря и много писал, но еще не печатался, считая, что еще не добился умения овладевать любым материалами жанра. Вскоре мною снова овладела муза дальних странствий. Я уехал из Одессы, жил в Сухуми, Батуми, Тбилиси, был в Ириване, Баку, Джуфе, пока, наконец, не вернулся в Москву». Во время Великой Отечественной войны Паустовский был на фронте военным корреспондентом, а потом его перевели в ТАСС. Одновременно с работой в информационном агентстве Паустовский писал роман «Дым Отечества», рассказы, пьесы. А эвакуированный в Барнаул Московский камерный театр поставил спектакль по его произведению «Пока не остановится сердце». Через несколько лет писатель отправился в поездку по Европе. В путешествии он писал путевые очерки и рассказы. «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж». Книга «Золотая роза», посвященная литературному творчеству, вышла в 1955 году. А в середине 60-х годов Паустовский закончил автобиографическую «Повесть о жизни», в которой рассказывает в том числе и о своем творческом пути. Писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа. Константин Паустовский не считал себя детским писателем, но тем не менее он написал немало произведений для детей и сказок в том числе. По манере письма Паустовский оказался близким к Андерсону. Он также знал, как видеть в обычном необычное. Его работы всегда насыщены событиями, и любое событие кажется необычным, выходящим из обычной серии вещей. Животные птицы способны вести очень интересный диалог с человеком, в то время как основная идея автора всегда выражается ненавязчиво и тонко. Сказки Паустовского отличаются особой грацией. Они написаны простым и емким языком. Особенностью Паустовского было романтическое восприятие мира, хотя ему удавалось оставаться реалистичным. С большой щедростью зерна романтики, рассыпанные в маленьких рассказах Паустовского о детях. В барсучьем носе мальчик наделен особым зрением и слухом. Он слышит шуб от рыбы, видит, как муравьи устраивают паром через поток сосновой коры и паутины. Неудивительно, что именно ему дано было увидеть, как барсук лечит обожженный нос, засунув его в мокрую и холодную труху старого соснового огня. У героев этой истории был настоящий прототип, маленький друг писателя Вася Зотов. Паустовский часто возвращался к этому образу, давая разные имена. Например, в рассказе «Заячьи лапы» это Ваня Малявин. Он осторожно и нежно заботится о зайце с лапами, опаленными во время лесного пожара. Атмосфера юмора, доброты наполняет сказки Паустовского и рассказы о животных. Кот Варюга долгое время преследовал людей с невероятными трюками и, наконец, пойман в действии, поскольку наказание получает чудесный обед и даже способен на благодарные дела. Ваня Малявин. Характерной особенностью рассказов Паустовского является искусная смесь настоящего и прекрасного. Петя пасет колхозных телят, наблюдает за бобрами и птицами, рассматривает цветы и травы. Но вот в повествовании вплетается история нападения старого медведя на стадо. Все животные и птицы находятся на стороне Пети и яростно сражаются с медведем на человеческом языке, угрожая ему. Обычная жизнь девчушки Маши в растрепанном воробье продолжается параллельно с фантастической жизнью птиц, старой вороной и оживленным воробьем Пашкой. Ворона украла у Маши букет из стеклянных цветов, а воробей забрал его и вывел на сцену театра, где танцевала Машина мама. Особое место в творчестве Паустовского занимает Мещерский край, городок Таруса в Калужской области. О любимой им Мещере Паустовский писал. «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. В средней полосы и только ей я обязан большинством написанных мною вещей», — вспоминал Константин Паустовский. Персонажи Паустовского, артельные мужички, лягушка-квакша или заботливый цветок, помогают людям, как в народных сказках, в ответ на доброе отношение к ним. Гармония человеческих чувств и красоты в природе является идеалом Константина Паустовского. Слова Константина Георгиевича Паустовского «люди обычно уходят в природу как на отдых», — «я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием», — могут быть своего рода лейтмотивом всей работы писателя. В 50-х годах имя советского писателя Константина Паустовского стало известно в мире. Его произведения начали выходить на многих европейских языках. Он был не только писателем, но и преподавателем Литературного института. В 1968 году писателя не стало. Согласно завещанию, его похоронили на кладбище в его родном Тарусе. Паустовский писал, «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое звание «человек». Эти слова можно по праву отнести к самому Константину Георгиевичу Паустовскому. Продолжение следует...